Всем привет! Такая прекрасная дорога, такие уже почти созревшие подсолнухи, одни поля, поля, поля. Мы едем в Майкоп. С нами едет маленький Ваня, большой Ваня и я, прекрасная Светлана. Мы едем к Владику, повидаться с Владиком. Едем, его сегодня отпустят. Сказали, прям с 12 до 6 отпустят. Поэтому здорово, пообщаемся, повидаемся, пообнимаемся. Настроение хорошее. Погода замечательная. Несмотря на то, что мы уже посетили два раза отдых, ездили на два моря. Первое море это была Джубка. Мы очень любим этот пляж. И, посетив пляж в Анапе, это здорово. Посетив город Анапу, ночную Анапу, дневную Анапу, все здорово, все отлично. Но, если хотим поехать просто на море, чисто чувствовать себя, вот, что ты на море отдыхаешь, то тогда Джубка. Далеко ходить не надо. Пять минут. Самое большое. Все есть. Море отлично. В Анапе прекрасное море. Мне очень нравится. Но, чтобы ехать в Анапу, да еще с ребятишками, нужно запастись прекрасной суммой денег для того, чтобы дети тебя терзали. Хотим на это, хотим на это, хотим на то. Очень много разных аттракционов. Красота. Днем пляж, вот, миллион людей. А вечером весь этот миллион на улице гуляет. Поэтому, так, посещаем разные пляжи, разный отдых. Отдых делаем себе недолгий. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Мы не можем позволить себе долгий, сильно отдыхать. Да, и я так, мне долго где-то домой уже охота. То есть, несколько ночей. Мне так вот кажется, три ночи это самая красота. Если недалеко. Да, Анапа своим ходом мы ехали пять часов. До Джубки мы едем три часа. Три часа. Поэтому нормально, отлично. Сели, чистенько доехали. И отдохнули. Сейчас едем повидаться с Владиком. Он вчера звонил. Мама, где вы, что, чем вы занимаетесь? Мне даже ему жалко рассказывать, что мы были на отдыхе. Потому что тоже видно уже прям очень хочет. Чуть больше месяца он находится на службе. Но видно уже истасковался. Прям истасковался, истасковался. Смотрите, какой красивый вид. Такие сена круглями лежит. Красиво так красиво. Прям глаз не устает смотреть. Сена лежит. Раньше стопочки стояли, а теперь вот их такие вот, как называется, такие тюки, да, сматывают. Так, это некрасивый вид. Это уже перекопано заново, перепахано. Мы тоже, кстати, уже одну часть картошки выкопали. Находят и их кровать вставают. Едем домой. Детей не предупреждаем. Разобрали Влада. У нас есть 4 часа. Час дороги туда. 2 часа дома. И 2 часа им добраться. Не торопясь, будет и вернуться. Мальчики с папой уже увезут. Хотим сделать детям сюрприз. Поэтому едем, не предупреждаем. Решили нагрянуть нечаянно, не жданно. Нечаянно, не жданно. Да, поздоровайся. Всем привет. Да, кстати, спрашивали, как долго Влада продержали в больнице, что с ним. Все хорошо. Ему стало легче, его обкапали обезболивающими. И как это происходит в местах, где находится Влад. Сказали, что он совершенно здоров и отправили домой. Отправили назад. Ну, надеемся, что... В принципе, это неплохо, что он здоров. Надеемся, что больше приступов никаких не будет. Все будет хорошо. Ну, сейчас будем... Попробуем заснять неожиданный шок детей. Посмотрим, как они нас встретят. Мы подъезжаем к дому. Детям не говорили, что мы везем домой старшего сына. Поэтому посмотрим, как нас ждут. Открывай дверь. Пап, открой дверь. Ладик, открывай. Сына, она проехала. Дедушка тут с ними воюет. Пацаны встречают в шоке. Комиссию ждут. Ночевой? Нет, дедушка. До шести вечера. А шпана где вся? У нас. Мы куда угнали? Нет, зовите. Ром, бегом за шпаной. Ой-ой-ой. Шпану сюда всю. К бабушке сходишь? Да, конечно. А-а-а-а. Ой, батюшки. Молодец, младец. Молодец, младец. Удивиен, парень. Ничего себе, я же на ногу залезла. Ой, какой дорогой. Это Изабель. Ну, серьезный парень. До шести вечера, Валентин, да. До вечера. С собой все там. Все? Серьезно начнется служба, да? Да, ну как там, серьезно. На неделю сначала будут боссы, работать, а потом... Встретились с Ладом. Все напещались. Мы же сюрпризом приехали. Поперепугали их. В общем, накрываем стол. Он захотел роллы. Мы заказали роллы, мы уже сказали. Ну, помимо роллы, гусь у нас тут. У нас тут огурчики. Папа сейчас нарезает арбузы. Профессия. Папа наряжает арбузы. Вон тут целый арбуз сейчас еще нарежем. Варенье. Хотел ребенок варенье. Поехала. Ты плакала? Нет, она зевала. Хотел ребенок варенья, но варенья нету, да? Нет, я его много съела. Нет, я попробовала. А варенья хочется. Сейчас убрала опять. Ты носим арбуз? Сейчас целый еще принесем. Мы с детьми поисписали, почитали. Только вот, когда ты сказала, что комиссия приедет, Анюта не подчеркнула подлежащие сказуемые. Да, подчеркнула. Зато посмотрите, как я быстро убралась дома. Я позвонила детьям, сказала, мы через 20 минут приедем дома, и комиссия приедет. Идите, бегом. Деда накричал в трубку. Я думала, что комиссия приедет. А приедет Владик. Проводили Владика, увезли. Семья общалась, кушали. Время было совсем немного. Считаю, в пол первого только отпустили. В увольнительную, хотела сказать, в самоволку. В увольнительную. А в шесть надо вернуться. А нам до дома целый час ехать. Даже какие-то... Моника, чё? Даже какие-то пробки были. Мы час десять ехали. Вот так вот. И обратно. То есть, как папа говорит, я сегодня, когда Анапас ездил, туда-обратно, туда-обратно. Побыли дома. Ну, получается, в два мы приехали. Ну, а в десять минут пятого уже уехали. Подстраховались. Он очень волновался, Владик, что... Не разрешали особо далеко уходить. Но дома вы видели, какой восторг был. Поэтому... Да и дома побыли. Покушал. Он заказывал. Ничего не хотел. Заказывал роллы. Арбуз ел. Варенье ел из грецкого ореха. Много вопросов, кто задаёт про Владика. Ну, допустим, такой вопрос. Часто ли созваниваемся? Сейчас нет. Первое время мы созванивались каждый день. Каждый день звонил. А сейчас, на той неделе, он позвонил. И позвонил не в то время, как обычно звонит. А я была на улице. Три пропущенных звонка. Никого дома не было. Все были на улице. И всё. И мы, в принципе, до понедельника не созванивались. Как у Владика здоровья. Владика выписали из больницы. Мы были у него в субботу. Его в понедельник уже выписали. Не хочу никого огорчать. Не хочу никого обижать. Оскорблять. Но сейчас просто в больнице не часто держат людей. А это госпиталь. Его обкололи. Мы поставили обезболивание капельницами. Как он сказал, тротаверин. То есть снять спазмы. Вот он там был. Пятницу, субботу, воскресенье. Он полежал всего чуть-чуть. И его отправили. Не стали его долго держать. Но сейчас он чувствует себя хорошо. Сегодня вот дома пообщался. Видно, что печаль. Другой Владик. Такой с печалью. Часто смотрел на нас. Радостный. Видно, что ему именно было нужно наше общение. Мамина и папина. Общался со всеми. Его очень хорошо встретили и дедушка, и бабушка, и внуки. И дети все хорошо встретили. Все были довольны. Он пришел, сразу переоделся в футболку, в домашнюю. Как хоть дома походить. Отлично так пообщался. Но с тоской уехал. Уехал, прижался в конце. Выдают сейчас в армии карточки. У нас есть группа в отца. И там сержант сразу написал, чтобы мы эти карточки отдали нам домой. Потому что якобы происходит воровство. Вот она. Да, мы решили ее убрать, эту карточку. Пусть, он говорит, где-то 2 с копейками будет зарплата. Ну, как деньги переводиться, да? Пусть эти денежки ему будут через год хорошим подспорьем. Пусть они откладываются. Мы ему с папой и так. Много денег он не взял. Взял всего, говорит, мам, наличкой всего 500 рублей. Мы хотели, ну, хотя бы побольше. Хотя бы тысячи три ему дать. Он говорит, нет, 500 рублей. Отец говорит, ну, могут украсть, забрать. Но армия. И карточку. Я ему дала другую карточку, которую я могу контролировать. И он сказал положить на нее всего 500 рублей. И говорит, ну, мы с ним договорились, что мне смски же приходят. Я вижу, потратились, денежки нет. И чтобы вот всегда на карточке. Я хотела хотя бы тысячу. Он сказал, нет, мам, 500 рублей пусть всего будет на карточке. И все. И больше не надо. Я говорю, хорошо, я буду видеть, если ты потратил, я сразу всегда буду пополнять, чтобы всегда было 500 рублей на карточке. Так-то он у нас такой. Он вот из всех детей, он вообще единственный, который лишнюю копейку в принципе, вот он не потратит. Набрал ирисок в карманы, не стал ничего брать с собой. Говорит, ничего не надо вообще, не надо ничего. В карманы напихал ирисок во все. Все, мне говорит, этого достаточно. Остальное я все там куплю. Все равно все сразу заберут. Ну, вот так, то есть, пообщались. Такое состояние, грустное. Грустное состояние. Радует то, что уже второй месяц. Время быстро очень хватит. Ну, вот все, что в принципе сегодня мы можем рассказать о нашем дне. Парень наш даже домой приехал. Вот за этот месяц он служит чуть больше месяца. Мы с ним уже два раза повстречались. Первый раз в госпитале оказался, второй раз вот сейчас. Надеемся, что сейчас постоянно будут у него эти увольнительные происходить. И в принципе мы будем встречаться. Немножко, конечно, далековато. Также кто-то спросил, как его с этим шрамом взяли в армию. Вы знаете, Владик рассказывает, что у них даже больные с сердцем служат дети. Парни. И они сейчас в госпитале лежат. Поэтому кто кого как взял. Да это шрам просто. Не знаю.